Сегодня мы решили пройтись по нашему посёлку. Сегодня 17 сентября. Четвёртый месяц лета, продолжается лето, вообще не кончается. Сейчас раннее утро, еще девять часов и уже жарко. Будет днём, обещаю, 25 градусов и вот такая погода стоит весь сентябрь. Приходится даже поливать растения, потому что немножко начинают краснеть, конечно, какие-то кустики, но это еще даже не массово. Лето продолжается. У меня сегодня была мысль поехать, вообще купаться. Что-то поленились. А можно было сегодня поехать. Может, еще поедем? Ночью холодно, вода холодная. Ну, ночью как холодно, градусов 13-15. А днем-то жарко. В общем, у меня поясница болит в последнее время. Что-то я там перекопала маленько. Копала и устала у меня поясница. Копала под клумбы. Коля более длинную клумбу копала, короткую. Там надо было удалить сорняки все и и посадить. Выкопать прежние там нарциссы и тюльпаны. Все заново выкопать и посадить. Я это сделала. Так что у нас весной будет цветение всяких весенних ранних цветочков. Вот так вот. Такая вот осень странная. Говорят, это температурные рекорды. Этот год вообще весь состоит из температурных рекордов. Что зимой, что вот сейчас летом. При том, что на родине там пишут, что уже снег вообще выпадал. Семинский вообще просто в снегу лежит весь. Так тоже выпал и растаял. Вообще как-то холодно, а у нас прекрасно. Просто прекрасно. В Европе более южный. Какие-то наводнения. Что-то там тоже творится. У нас очень тихое было лето. Никаких бурь. Ничего. Все очень хорошо. У нас в поселке продаются некоторые домики. Довольно дорого продаются. Сейчас непонятно, что на рынке творится на вторичном. Поэтому их как-то плохо покупают. Но есть, в общем, у нас тут предложение. Начиная там от трех девятьсот, по-моему, миллионов. Какой-то маленький домик на участке. И кончая шестнадцатью, по-моему, миллионов. Но я не могу сказать, какой из домов за такую сумму продается. Ну, штук пять-шесть из домов, в общем, в продаже тут имеется. Дома самые разные. Понятно, есть вообще дачные. Есть вот какие-то пустынные участки, которые никто еще не осваивал. А есть крутые. Вон там сейчас мы мимо крутого будем проходить. Красивые дома. Дорогие. В общем, мне кажется, сейчас у нас поселок просто замечательно. Ну, яблоки висят. В этом году, кстати, вот хоть и погибли яблони многие, особенно молодые, но зато другие дают прекрасный вырожай. Мы даже просто в лесу ходим и собираем с лесных яблони. Яблоки. Делаем шарлотку вкусную. Вчера еще варенье сварила. Вот так вот пока по улице доброй идем. Идем по улице милосердной. Камешки крупные. Тут тоже видно всякие домики. У нас сейчас грустно в нашем поселке то, что у нас закрылся наш прекрасный магазинчик, который назывался «Привет, сосед». Теперь он называется «Прощай, сосед». И у нас магазинчик закрыт. Очень надеемся мы, что хозяйка все-таки передумает и хотя бы к следующему сезону откроет магазинчик. Потому что, конечно, удобно его иметь. Тем более он у нас всегда еще был таким местом встречи, клубом, можно сказать. Люди собирались там, как-то обсуждали. Ну, понятно, что пивко пили. Музыки. Сейчас, понятно, есть телеграм-канал, там мы все обсуждаем очень оживленно. Но живое общение тоже никто не отменял. У нас там есть спортивная площадка. Ее недавно жители отреставрировали. Детская площадка. Все это есть. Но магазинчик не помешал. И он, кстати, продается. Сейчас она пытается его продать. По-моему, за 4 300. Магазин с участком небольшим. Ну ладно. Продолжаем двигаться по улице Милосердной. У людей теплицы большие. Ничего зеленого не превращается в желтое и красное пока. Удивительная осень. Много цветов. И красивые домики. Волнии в традициях Питера украсили себе дом. Входную зону львами. С настоящими золотыми. свирепыми львами. Это по улице Милосердной все еще мы идем. А она вот здесь крайняя. Дальше идет поле. Так же, как с нашей стороны. Идем дальше. Скоро мы придем в наш лес, который мы называли Свинарским. Теперь он заслуживает другого названия. Потому что мы там много красных собрали в последнее время. От подосиновиков. В смысле. Белые тоже. Перецы скорее надо называть Красный Бур. Как в деревне, которая тут через поле от нас находится. Посмотрим сегодня, будут ли грибочки. Прямо за оградой. Вот такие тут живут. Двое из ларца одинаковых лицах. Охраняют свой домик. И виляют хвостиками. И когда они заводятся, сразу начинают лавить и другие собаки. Сейчас пройдем. Эти затихнут. Другие будут лавить. Затихайте уже. Все. Мы прошли. Повернули. Тут еще одна страшная собака. Правда, маленькая такая. Очень, наверное, страшная. Колосистая. Мы уже под кровь подходим к краю. Там вот лес, опушка. Вот там уже всякие эти грибы растут. Но можно ближе гораздо пройти. Просто у нас прогулка. А так эта прогулка занимает где-то 3-3,5 километра. Все по кольцу. По поселку и в лесу. Ну, пока мы еще идем по поселку. Хотя лесу, вот, мы уже за забором. Индействительно. Собак, понятно, в поселке много. Еще больше котов. В последнее время у нас тут обсуждения. Пропадают котики. Некоторые потом находятся, к счастью. Но одного вот нашли убитым на полях. В общем, непонятно. Вроде, видимых повреждений на нем не было. Может, и болезнь какая-то. Кошетники расстроены. Обеспокоены. Но не собираются лишать своих котов возможности гулять в свободном выгуле. А потому что как тут еще? Не посадишь же кота в дом. Это же не нацепь-то. Это же не город. В городе они живут в домах. Не выходят. А здесь нет. Здесь кот это дикое животное. Которое ходит где хочет. Гадит где хочет на моих грядках. Живутное. И вообще подвергается всевозможным опасностям. Понятно. Могут под собаки загрызть, задавить. Машина может спокойно. И, не знаю, опустить бешеные леса. Или он может наесться какой-нибудь отравой, которую кто-нибудь травит. Крыс или мышей. Он наестся. А, мы прошли мимо домика, который как наш. Да, вот он. Домик, который как наш. И который продается сейчас уже за 6800. Сейчас они снизили цену. Потому что очень давно они не могут его продать. Он стоит пустой уже, ну, наверное, 3 года. Тогда, может, даже больше. Так, как его показать-то? Он за собором. Вот. Вот он. Сейчас дырочку посмотрим на него. Вот такой. Вот такой точно был наш. Когда мы приехали. Потом мы его уже сильно расстроили, перестроили, добавили. Пока это просто стоит подсоединённый к электричеству. Там всё есть, как бы. Я поняла, котёл есть. Но они его не включают. Котёл электрический, как у нас. Ну, всё отделано. Там точно так же, как у нас. Вплоть до шторки в душе. И вот он стоит. Хотя его косят траву, как видно. И никак не могут продать. Пока что. Вообще, хорошее место. На самом деле. И подтверждаю, что хороший дом. Он и тёплый, и удобный. Планировка, и всё. Не продаётся. Вот хорошее место. Вот рядом лес. Прямо вот ещё один участок. И рядом лес. Такой дом. Потому что если у вас есть 6,8 миллионов, то можно его купить. Ну, мы, кстати, купили дешевле. Это был дом. Вышли в лес сразу за этим домиком. И смотрим. Это прямо вдоль забора. Вот тут забор. Нашего посёлка. А вот лес. Хорошим тем, что в нём можно гулять. Круглый год. Тут всегда есть трубка. Все люди гуляют. И всё тем, что вообще растут грибы. Первый год в прошлом... Не, первый. В прошлом году. Мы обнаружили здесь массу ядовитых, считающихся ядовитыми свинарей, которые мы любим кушать. Ну, вот недавно мы собирали тут много дождевиков каких-то. И в этом году вот попадаются красные. То есть подосиновики. В прошлый раз мы прям даже много набрали. Ну, как много. Такой прогулки много. То есть мы наготовили обед и ужин с ними. С этими подосиновиками пару белых нашли. Это поразительно, потому что люди тут ходят. Это вот прям наш посёлок рядом совсем. Тем не менее, грибы всё-таки умудряются расти. То есть это не то, что там вот поход за грибами. Нет. Это просто наша прогулка. Моцион ещё дневный. Очень полезный для моего колена. Вот. И наверняка сегодня что-нибудь найдём. Пока, пока, пока нет. Пока не нашли. Может, как раз люди выбрали. Лес сухой. Надо учесть, что вообще-то дождей давно нет. Уже только утром, ночью туман. Утром всё в росе густой. И трава мокрая. А так, всё, дождей нет. Вот удивительная осень. Как в первую осень, когда мы сюда приехали. Ровно 1 сентября у нас включили осень. Стало холодно и пошли дожди. Так и эта осень удивительная. Возможно, это связано с большим выбросом. Протуберанцев на солнце. Которые, говорят, сейчас какие-то были в пятницу. 13-го. Рекордные. Энергия идёт в нашу сторону. Счастливцы наблюдают северное сияние. Нам-то пока не удалось этого увидеть. Тут засветка от деревень хорошая такая идёт. Если она слабенькая, то его не увидишь. Ну, вот так. Сухо. Тепло. Надо поливать огурцы. Они до сих пор ещё дают мне плоды свои. Хотя уже подсыхают. 17-е сентября, слушайте. Ну что. Что, нашёл что-то? Что-то нашёл. Что нашёл? Подберёзовик нашёл. Ну вот. Даже в эту сушь что-то вот рядом с нашим участком можно сказать находится. Да? Или белый? Белый, Коль. Маленький белый грибок. Сушёный. Сразу сушёный. Ой, пахнет-то грибами. Лес пахнет грибами. Пробоки входят в мою планомерную борьбу за здоровье собственного колена. Мы стараемся гулять при хорошей погоде. Прям каждый раз. И не меньше, чем 3,5 километра. А вообще, ну, самое главное, наверное, в борьбе за здоровье колена было. И, кстати, в борьбе с давлением. Это сбросить вес. И вроде бы это было совсем несложно. Но я смотрю, я расслабилась, не достигнув цели. А цель была, ну, 72 килограмма при росте 172 сантиметра. Я дошла до 73 с лишним. И стала есть больше варенья, потому что у меня очень вкусное варенье. Надо это прекращать. Есть его поменьше. У меня вкусное варенье из лесных яблок, из брусники. В общем, вот такое. Надо есть поменьше сладкого, кажется. Так, я вижу гриб. Сейчас надо посмотреть, что это. Что там за гриб? Интересно. Интересно. Какие-то грибочки. Беленькие. Ну, какие-то баганочки, однако. Я не знаю, что это за грибочки. Может, даже и съедобные. Но. Не то, что я хочу в суп. Смотрите, нашла красный подосинник, который едят улитки. Там видно, как они сидят и едят. Правда, когда едят улитки, не едят червяки, что интересно. Не улитки, а слизни. Даже не знаю, может быть, даже его и взять, обрезать. Не знаю. Так-то. Что? Хороший гриб. Несистый. Надо рядом посмотреть, может, что-то более молодое есть. Ну, и теперь мы нашли сколько-то красненьких, мелких, хорошеньких, крепеньких. Где он потом? Ну, вот. Так что на суп набрали. Причем эти чистенькие, даже никаких там червяков. Улитки. Улитки на большом были, а на этих мелких даже еще улиток не было никаких. Следующий суп будет грибной с подосиновиками. Просто с прогулки. Красные. А, красные. Красный суп будет у нас. Они очень хороши. Ну, просто потому, что они крепенькие, плотненькие, не особенно увариваются. Но я их все равно отварю вообще. Потому что все-таки грибы стоит отваривать. Кроме рыжиков. Рыжики надо есть сырыми. Но рыжики в этом лесу не растут. Надо ехать. Есть у нас тут два рыжиковых места. И одно чудесное место рыжиковое осталось на Алтае. Наши друзья знают, какое оно чудесное. Как там много рыжиков. И как трудно поверить, что они там есть вообще. Потому что место такое странное и удивительное. Вот сейчас уже будем выходить, наверное, уже и хватит. Мне маленькой кастрюльки отварить. И к супу. Которое я буду завтра варить, видимо. Будет у меня грибочки. Вот такие хорошенькие. Мы вышли из этого леса. Видите, вот уже наш поселок. И мы идем вдоль него. Вот этот мне очень нравится участок и домик. Тут дачники. Они очень хорошо тоже ухаживают. Вот этот дом только-только построили. Мы еще даже немножко не доделали. Но там уже занавески. Детская площадка на территории мы увидели. Следующий дом огромный. В процессе стройки его строят, наверное, уже года. Ну, год хоть как. Он забор большой поставил. С той стороны он вообще смотрится, как торговый центр. Примерно. В общем, что-то грандиозное. Вот этот хорошенький даже. Там шезлонги стоят. Детская песочница. А, красота. Я понимаю людей. 63% по вопросам людей хотят жить в своем доме. Я так подозреваю, что может быть даже такой процент. И больше. Просто те, которые хотят, уже думают об этом. А некоторые просто хотят и не думают даже, что это возможно. А это возможно. И это правда очень приятно. Ну, конечно, если вам не надо ехать на работу каждый день полтора часа, то тогда это приятно. Жить в деревне такой. Не в деревне, в поселке, как у нас. Вон, яблоки висят такие мощные. Здесь еще их не убирали. У нас... Мы попробовали коричневое. Думаем, что это коричневое. Полосатое. Очень интересный вкус. Я из него варенье сварила. Как раз. Ну, ходили по соседней деревне, подолку собрали, которая на улице валялась. Вот. Прекрасное, яблоко прекрасное. Какой-то интересный, правда, вкус. Как будто бы туда уже корицы добавили. и варенье из них получается хорошее. Ну, из лесных тоже нечего, но они кислее. Яблоки лесные просто. Просто лесные. Вот. Так, у нас тут 17 сентября в нашем поселке. Еще даже листья не живут. Один наш закрывшийся, прощай, сосед, по которому мы будем очень сильно скучать, пока он не откроется. Надеюсь, что откроется когда-нибудь. А вон там площадка спортивная. Ну, так же скамеечки, вон турнички и всякие. Люди иногда тут что-то такое спортивное делают. Ну, игры довольно часто у нас бывают. По выходным по что-нибудь люди играют. Вон там детская площадка. Да, прекрасная. Там тоже еще скамеечки поставили. Еще надо сказать, что к достоинству нашего поселка привезли контейнер для строительного мусора. Иногда привозят, чтобы люди могли выкинуть. Так вот, достоинство нашего еще поселка в том, что у нас тут проведен оптоволоконный интернет. Ну, конечно, дороже, чем в городе, но мы имеем хорошую связь, хороший интернет. Хотя соседние буквально поселки они его почему-то не ведут. А вот в наш привели. Чему мы очень рады. У нас, правда, бывают перебои с электроэнергией, особенно в начале, когда мы приехали, были. Ну, и вот эта зимняя катастрофа, которая у нас была. Не забываем. Мы в этом году будем к этому готовы лучше. А там у нас все. Идеальный шторм сложился. Кончился газ для обогревателя, кончился бензин для генератора. И был мороз 35 градусов. Подстанция сгорела. В общем, было все плохо. Но в этом году мы будем готовы лучше. Потом, может быть, такого катаклизма не будет. Ну вот. Но последнее время, тьфу-тьфу-тьфу. У нас туле там все-таки поставили что-то новое, хорошее. Но крайне редко отключают даже плановые отключения. Я не помню, наверное, с весны ничего не было. Еще есть надежда, что мы, может быть, хорошо переживем эту зиму. Но минус в том, что у нас не ИЖС. Кто знает, о чем я говорю. Поэтому электричество мы получаем по полной цене. Но кто экономит там, или еще по какой причине сэкономия, тут еще вопрос. Те поставили себе газовое отопление. Или некоторое дровяное. Особенно после последней этой истории зимней. Считают, что дрова надежнее. Просто дровяное отопление с самотекущей водой по дому. Ну, да. Почему нет? Тоже можно. Ну, пока все-таки надеемся на нашу систему. Которую мы вроде продумали. Резервное там питание. Слабенькое, но есть. Генератор и газовый обогреватель. По-моему, лучшая наша покупка за все время. Он чудесный. Даже если нет катаклизма, его иногда стоит включать. Он дает живое тепло. Иллюзию чего? Камина. В общем, такой приятный. И дешевый, опять же. Потому что он газовый от баллона. Ну, вот так. Скоро мы подойдем уже к дому. И наша прогулка закончится. Дом тоже продается. Как-то не очень дорого, по-моему. Тут бабушка такая хорошая садоводка. Так все хорошо делает. Но, похоже, ей уже просто сложно. Потому что у нее не очень хорошо с ногами. Вот. А так она очень любит это все дело. О, какие яблоки вырастила. Прекрасный. Участочек. Вот продается, если что. По-моему, то ли 4 миллиона. Что-то такое. Вместе с участком. И с домиком. Ну, вот мы и дома. Прогулку на этом завершим. Потом, наверное, через некоторое время я покажу свои последние работы в саду. Которые пока что собираюсь только сделать. Эту обрезку голубейки. Я, конечно, совсем не специалист. Просто сама, наоборот, буду пробовать только делать. Еще что-то там буду делать. И покажу это. Вот здесь вот эту клубу я копала. А Коля за домом такой уже. И вот здесь весной должны зайти весенние цветы. В большом количестве. Я надеюсь. Кёкинхоф хочу у себя. Ну, все на этом.